Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких, которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящую тучей над черными жуками мужского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда, тоненькие узенькие талии, никак не толще булочной шейки, встретиться с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть. Невежливым локтем. Сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте? Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина. Потому что даму так легко и приятно поднять на воздух, как подносимый корту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку вверх искусства. Иногда такую, что можно растаять от удовольствия. Иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову. Иногда такую, что почувствуете себя выше адмиралтейского шпиля, шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель. Какие странные характеры встречаются на Невском проспекте. Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши. И если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фауды. Я до сих пор не могу понять, от чего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало. Они большей участию служат в разных департаментах. Многие из них превосходным образом могут написать отношения из одного казенного места в другое. Или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет по кондитерским. Словом, большей участию все порядочные люди. В это благословенное время, от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущуюся столицей Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольский сюртук с лучшим бобром, другой греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая ножку в очаровательном башмачке, седьмой галстук, возбуждающий удивление, осьмой усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа и выставка оканчивается. Толпа редеет. В три часа новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна. Он покрывается весь чиновниками в зеленых вицмундирах. Голодные, титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтись по Невскому проспекту с осанкою, показывающую, что они вовсе не сидели шесть часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову. Им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих. Они еще не вполне оторвались от забот своих. В их голове яролаж и целый архив начатых и неоконченных дел. Им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами или полное лицо правителя канцелярии. Продолжение следует...